СПОРТ-ТВ СПОРТ-ТВ Этот матч заслуживает того, чтобы его пересмотреть. Найдут пищу для размышлений и критики судейской бригады, и любители красивых шальных бросков. «Динамо», уступая в первой половине, после большого перерыва сделала внушительный рывок. 27-17. Концовка матча получилась напряженной. За три секунды до конца основного времени «Курянки» уступали 1 очко 72-73. Этот эпизод стал решающим. СПОРТ-ТВ Чтобы определить победителя, понадобился тщательный анализ видеозаписи последней секунды игры. В итоге мяч, заброшенный Татьяной Видмер, судьи не засчитали. Никто не смотрел на часы, все слышали звук, и никто не знал, что произошло. Но Таня выбрала отличную позицию, и у нее прекрасно получился бросок. К сожалению, нам не повезло. Сегодня мы проиграли последние мячи, когда Анойкина забила легкие мячи. Мы справились с Боннер на трехочковой, были у нас проблемы в пекинроллах при игре, поэтому проиграли. Каждый мог получить сердечный приступ в течение последней минуты. Это была очень тяжелая и рваная игра. Маленькие детали могли решить судьбу этой игры. Вот один бросок и решил это. Если сравнивать с первой игрой, то команда Курска была более сфокусирована. А мы были после финала четырех. Сегодня мы были лучше, чем у себя дома. Третья решающая игра состоялась в Оренбурге. Начало для наших девушек выдалось удачным. Не прошло и пяти минут, как у Динамо было уже 12-очковое преимущество. Однако хозяйки еще в первой 10-минутке сумели его сократить наполовину. Вторая четверть прошла на равных, а вот после большого перерыва белоголубые провалились. Уступив в периоде 11 очков, они оказались в роли догоняющих. К сожалению, выйти вперед курянкам так и не удалось. Итоговый счет 75-72. Выбыв из борьбы за золотые медали, коллектив Мартинса Зибборца начал трехматчевую серию за бронзу, которая была пройдена без поражений. Самым непростым выдался матч на выезде. На большой перерыв подмосковные баскетболистки уходили, лидируя. А перед последней 10-минуткой преимущество курской команды составляло всего одно очко. Вместе с тем победу наши девушки не отдали. Элдобрин и Лагунова оказались самыми заметными фигурами на площадке. На двоих они набросали чуть ли не половину всех очков «Динамо». Курск вновь завоевал бронзовые медали и путевку в Евролигу. Если основному составу суждено было занять лишь третье место в российском чемпионате, то их молодым одноклубницам наконец-то удалось дойти до вершины пьедестала. Третий год подряд курянки – участницы финальных баталий. Но лишь сегодня они смогли на себя надеть золотые медали. Дружина Элен Шакировой дважды становилась серебряным призером молодежной лиги, а чемпионское звание девушки завоевали в дебютном для себя сезоне в Суперлиге. Оспаривать его пришлось с московской МБА-2. Чтобы выявить сильнейшего, понадобилось три матча. В первой встрече, которая проходила на площадке столичной команды, МБА оказалось сильнее. Реванш пришлось брать уже в Курске. Дубль усилили игроками «Динамовской основы» – Ксении Левченко и Марии Черемисиной. Во второй игре коллектив Элен Шакировой разгромил соперниц, а вот в третьей – самый решающий – было много борьбы. Однако хозяйки чувствовали себя уверенно. Игры совершенно разные. На выезде игра вообще не получилась. Это была совершенно наша игра. Мы не могли ничего сделать с этим. Пытались, ни у кого ничего не получалось. Но на эти игры мы собрались. Да и девчонки, и Ксюша, и Маша нам помогли со снова. И вчера игра была намного легче, чем сегодня. Но мы не ждали легкой игры сегодня. «Динамо» уступила первую четверть, но затем вышла вперед и медленно, но верно увеличивала свое преимущество. В итоге матч закончился со счетом 79-65 в пользу курянок. Они – чемпионки. Горбость за девчонок, которые на протяжении этого сезона так выросли. Выросли в игре именно по технике, по мышлению. Они просто повзрослели очень сильно. Не было такого в ходе игры, вот последней, что там сердце йокнуло? Ну, знаете, на всех трех играх оно йокало. Поэтому, конечно… Нет, это была действительно финальная игра, она была достойная. Ну, было бы, если бы у кого-то было бы плюс 35, это было бы неинтересно. МВП первого дивизиона Суперлиги признали Анну Щетину, а лучшим разыгрывающим – Анну Буровую. Я даже не думала, что мы можем дойти до золотых медалей, но в протяжении половины сезона я поняла, что у нас есть все шансы, все силы добиться этого, занять первое место. И уже с плей-оффом мы поставили себе цель, и с каждым шагом потихонечку шли к этой цели. Были у нас травмы, были мелкие травмы, да. Сначала мы планировали попасть в четверку, потом попасть в финал, в финале мы решили выиграть. Поэтому, да, по-разному он складывался, он был непростым, но он чемпионский. Впереди у курских девушек насыщенное лето. Лучших игроков ждут сборы с национальными командами России. Так что сейчас главное – успеть отдохнуть. К другим новостям. Сеем хоть и не горная река, но и здесь можно встретить любителей грибного слалома. Еще с конца февраля спортсмены на байдарках и каяках вышли на родные пороги. Место встречи в Курске у небольшой плотины за пляжем здоровья. Там же в апреле состоялись и первые соревнования – открытый чемпионат Курчатова. Давайте посмотрим без комментариев за тем, как каякеры боролись с непокорной весенней водной стихией. Давайте все в лодке, господа! Музыка! 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 России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай провел в Курске открытую тренировку. Задача посмотреть на тех, кто может войти в состав сборной области. Впереди большие мастерские турниры. Вначале просто стоим на месте, потом по моей команде вперед, я уже на кости двигаюсь, кости уходят, под мои движения начинают проходы. Среди участников открытой тренировки как профессиональные бойцы, так и новички. У каждого своя цель, но основное внимание первым номерам, тем, кому скоро предстоит защищать честь региона. Геннадий Капшай признается, у наших бойцов есть успехи. С каждым годом на соревнованиях по смешанным единоборствам все больше опытных участников. Соответственно, уже качество медали в одной увеличилось. Ребята растут, им очень интересно, да и развитие сейчас ММА очень серьезно темпы набирает. От чемпионата к чемпионату России бойцы все более обученные, более, скажем так, матерые и физической подготовки, и тактической подготовки, и в плане интеллектуальной работы непосредственно в ринге. Главный тренер сборной России разобрал ошибки, дал советы и пообещал. Без помощи курских спортсменов не оставит. Ну а теперь об успехах курян на боевом поприще. Каратисты стали триумфаторами открытого первенства Воронежской области. Спортсмены выиграли общекомандный зачет, завоевав 26 медалей. В Орле наши рукопашники отметились 18 наградами, две из которых высшие пробы. Отличились и курские борцы. Рустам Абоноков завоевал в Копенгагене на соревнованиях Дэниш Оупен 2016 сразу три медали. Победу одержали наши спортсмены и в Рязани на пьедестал почета. Члены сборной Курской области поднимались 30 раз. Иван Шушаков на первенстве Центрального федерального округа завоевал серебро. Всего провел 4 поединка. Самый сложный мне показался с тем, с которым я боролся в финале. Вот я ему проиграл, получил с болевым на руку. В целом я оценил свое выступление неплохо. Конечно, надеялся на первое место, но не получилось чуть. Ислам Гаджиев постарался отработать во всех схватках по максимуму. И результат – домой он привез золото. А в Копенгагене на открытом чемпионате Европы блеснул Рустам Абаноков. Выступал в трех категориях. В грэплинге он завоевал золотую награду. А в абсолютной категории и в бразильском джиу-джитсу выиграл бронзовые медали. Первый день был очень тяжеловато, потому что я считаю, что акклиматизация. Мы приехали туда в пятницу, в субботу мы отборолись. То есть я считаю, что нужно больше времени для того, чтобы адаптация прошла. А второй день прошел очень легко. У нас очень сильная школа в России. Я считаю, что и будущее за нашей школой. Впереди у курских борцов несколько крупных соревнований, среди которых первенство мира в Чикаго. Завершим выпуск традиционными видеоуроками по самообороне. Алексей Зацепин расскажет, как наказать хулигана голой ладонью. Смотрим внимательно. Вдруг пригодится. Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта. С вами Зацепин Алексей, мастер спорта по дзюдо, по рукопашному бою и голому самбо. Также мой друг и ученик Роман Дедёкин, призер чемпионата страны по грэблингу. Сегодня мы покажем простые приемы самообороны, которые пригодятся вам для того, чтобы защититься от каких-то хулиганов. И от тех людей, которые хотят что-то сделать вам плохое. Первый элемент на сегодняшний день это будет простой удар ладонью. На самом деле, человек, который не подготовлен хорошо, не занимается единоборствами как таковыми, то есть у него поверхностная часть кулака при нанесении удара, ее можно повредить, нанеся удар. Поэтому, чтобы нанести хороший удар и человек при этом почувствовал себя плохо, лучше нанести его ладонью, первой по крайней мере. То есть ладонью, вот этой вот частью покажу, вот, она наиболее крепкая и в принципе даже она крепче, чем кулак. Особенно у простого человека, нормального, обычного, крепкого мужика и даже у женщины. Вот, то есть выглядит удар этот просто, обычно, как вот по щечину отпускают, только единственное, что надо уделять опять внимание вот этой вот тыльной части, то есть у него вот этой вот стороне. То есть выглядит это вот так вот, противник вам подходит, нехороший, да, и просто на отходике вот такой вот удар, где-то в область подбородка или же уха. То есть и наносим. Простой, коротенький удар именно ладонью. Ну, конечно, отсюда показывали мы вам, как бить локтем, добавляем локоть и луки, такую комбинацию, и уходим. То есть выглядит это вот так. И все, и отошли. Вот такие вот простые, нехитрые технические действия помогут вам постоять за себя и за своих близких. На этом наш урок сегодняшний закончен. До новых встреч. Берегите себя. Всего хорошего. На этом у меня все. Будьте здоровы и не забывайте, что спорт – это развлечение до седьмого пота. Встретимся с вами на соревнованиях. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова